Традиционные черные буханка и белый батон, а также масса разновидностей булок, выпечки, пирожных и прочие ароматные сдобы, запахи которой раздаются, как только подходишь к территории хлебозавода, щелково-хлеб манят и притягивают людей. Одно из самых крупных предприятий округа в прошлом, щелковский хлебокомбинат, создан в 1917 году. С 1992 это закрытое акционерное общество. Хлебобулочные изделия из муки высшего сорта можно приобрести как в маленьких, так и в сетевых магазинах нашего округа, Москвы и области. Сегодня предприятие активно развивается, обеспечивая население в том числе рабочими местами. Посетить завод не только удовольствие для, но и пользы ради приехал глава округа Сергей Горелов. На сегодня предприятие, выпуская свою продукцию, обладает большим запасом, запасом своих мощностей. Если, не дай бог, где-то произойдут сбои на предприятиях такого же уровня наших соседних муниципалитетов, то уверен, что щелково-хлеб сможет покрыть всю ту необходимость в хлебобулочной продукции, в которой нуждаются жители соседних муниципалитетов. Это первое. Второе. Конечно, радует, что предприятие развивается. За последние несколько лет было вложено в реконструкцию и модернизацию линий более 200 миллионов рублей. Конечно же, это позволило как увеличить объем выпускаемых продуктов, так и облегчило физический труд самих работников. Пройти по цехам, где работа кипит, а хлеб печется, решили, чтобы понять, как сегодня работает предприятие и в каких условиях трудится персонал. И по традиции наградить лучших работников. Пообщался глава с сотрудниками. Они, в свою очередь, могли задать вопросы. Своей продукцией работники гордятся. В магазинах предпочитают брать именно ее и всегда советуют близким и знакомым. Как жаль, что камера не может передать этот невероятно вкусный запах свежеиспеченного хлеба. Здесь, на нашем предприятии «Щелково-хлеб» мы попали, как говорится, в самое пекло. Сейчас на наших глазах отсюда выплывают эти маленькие мини-батоны, вкус которых известен, наверное, каждому жителю нашего городского округа. 800 человек работает сегодня на предприятии. В год «Щелково-хлеб» выпускает более 30 тысяч тонн продукции. Завод держит марку за счет нового современного оборудования и качественного сырья. У нас есть свое кредо у продукции – это качество. Поэтому мы не опускаемся на те дешевые и сомнительные сорта. В конце 80-х годов многие изделия готовили из так называемой фуражной муки 5-го класса. Она идет на корм животным и прочие технические цели. Зачастую мукомолы и хлебопеки используют пшеницу 5-го класса, чтобы удерживать низкую цену на свою продукцию. На предприятии «Щелково-хлеб» такое сырье не используют. С 1 ноября запрещено выпускать хлеболочные изделия из муки общего назначения. Только из госсовской муки должны производители выпекать хлеб. У нас, ну скажем, батон, его себестоимость 22 рубля 15 копеек. И я вообще не понимаю, как на прилавке может появиться батон за 12 рублей. То, что хлеб всему голова, известно каждому. Ну а нам с такой головой особенно повезло. Ведь продукцию «Щелковского предприятия» знают и любят не только в городском округе.